Книга Ричарда Вумбрандт «Маркс и Сатана». Третья глава. «Разрушенная вера». Под заголовок. «Обращение наоборот». Поскольку мы уже неоднократно упоминали Энгельса, коротко скажем о нем. Энгельс вырос в набожной лютеранской семье. В характеристике гимназиста Энгельса писалось, что он отличался, цитируем, «религиозностью», «чистотой сердца», «благонравием» и другими привлекательными свойствами. В юности он писал прекрасные духовные стихотворения. Нам ничего не известно об обстоятельствах, при которых Энгельс утратил веру. Однако после знакомства с Марксом он писал о нем следующее. Кто это несется с диким неистовством? Черный малый из Трира. Редкое чудовище. Он не ходит и не бегает. Он скачет на каблуках, охваченный бешенством, как да стремясь ухватить далекий полок неба и стянуть его на землю. Он вытягивает руки высоко в воздух, сжав злобный кулак. Он не истыствует. Без устали. Будто десять тысяч бесов вцепились ему в волосы. Энгельс стал испытывать сомнения относительно христианства после прочтения книги либерального богослова Бруно Бауэра. В его душе началась отчаянная борьба. Он писал, цитирую, «Я молюсь каждый день и даже целыми днями об истине. Начал делать это с того момента, как усомнился и все же не могу вернуться к вере. Меня душат слезы, когда это пишу». Энгельс не нашел пути возвращения к Слову Божьему и примкнул к тому, кого сам назвал чудовищем, одержимым тысячей бесов. Он пережил то, что можно назвать, цитата, «обращением наоборот». Кем же был Бруно Бауэр, либеральный богослов, сыгравший решающую роль в разрушении христианской веры Энгельса и вдохновивший Марса на новый, безбожный образ жизни? Был ли он связан с сатанизмом? Как и Энгельс, он на первых порах был глубоко верующим, вскоре весьма правым богословом в своих статьях, борющимся с насмешками над Библией. Некоторое время спустя он сам стал радикальным критиком священного писания, основателем христианского материализма и утверждал, что Иисус был вовсе не сыном Божьим, а просто человеком. 6 декабря 1841 года Бруно Бауэр писал своему другу Арнольду Руге, который также был другом Маркса и Энгельса. Я читаю здесь в университете лекции перед большой аудиторией. Я не узнаю сам себя, когда с кафедры произношу кощунство. Они столь грубы, что у этих детей, которых не следовало бы обижать, волосы встают дыбом. Произнося богохульство, я помню, что дома благочестиво пишу апологетические фразы в защиту священного писания. Во всяком случае, ужасный бес вселяется в меня, как только я поднимаюсь на кафедру. И я настолько слаб, что не могу противиться ему. Этот дух богохульства будет удовлетворен лишь тогда, когда мне позволят открыто в качестве профессора проповедовать атеизм. Человек, убедивший Энгельса, стал коммунистом. Стать коммунистом был все тот же Мозес Гесс, который до него обратил в это учение и Маркса. Гесс писал после встречи с Энгельсом в Кёльне. Цитата. Он покидал меня сверхревностным коммунистом. Так я творю опустошение. Творю опустошение. Не это ли было высшей целью в жизни Гесса? Это также главная цель Люцифера. Однако следы христианства так никогда и не изгладились из сознания Энгельса. В 1865 году во введении в диалектику природы он выражает восхищение гимном реформации Хоралом Лютера. Господь наш истинный оплот. Называя его триумфальным гимном, ставшим Марсельезой 16 века. И это не единственное высказывание Энгельса в пользу христианства. Трагедия Энгельса развивается дальше и глубже, чем у Маркса. Взять хотя бы замечательное стихотворение, написанное в юности человеком, который впоследствии стал наиболее усердным соратником Маркса в уничтожении религии. Спустись, о Божий Сын Христос, я жду Тебя в юдоле слез. О, унеси все беды, меня блаженством озари в сиянии Твоей зари, чтоб я Тебя лишь ведал. И душой владеет радость, сердцем сладость, всем конец печалям, когда мы Тебя, Спаситель, хвалим. Когда придет последний миг, когда увижу смерти лик, к Тебе лишь полечу. Когда очей померкнет свет, когда исчезнет с жизни след, пойду к Тебе ликуя. И Дух Тебя восславит и не оставит хвалы великой, ведь Ты, Его Владыка, скорее радость приходи. Тогда я на Твоей груди от смерти отогреюсь. Ведь, Боже мой, тогда я всех, кто в жизни столь дал у тех, обнять опять надеюсь. В новой жизни бесконечной, озаренной вечным, расцветуя новым цветом, Ты приходил нам во спасение, от смерти нес освобождение, Ты зло сразил, Ты счастье, страж, сойдешь теперь на землю, значит, теперь все станет здесь иначе, Ты каждому свое воздашь. Фридрих Энгельс, стихотворение, написанное в начале 1937 года, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, работы, записки, письма, напечатанное Давидом Рязановым для Института Маркса Энгельса в Москве. Седьмая сноска, 38-й странице. После того, как Бруно Бауэр посеял сомнения в его душе, Энгельс писал друзьям, Дух Божий дает тебе знать посредством твоего чувства, что Ты дитя Божие. Написано, просите и дано будет Вам. Я ищу истину всюду, где только надеюсь найти хоть тень ее. И все же я не могу признать Вашу истину вечной. И между тем написано, ищите и найдете, стучите и отворят Вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащий мы отворят. Есть ли между Вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? Тем более, Отец Ваш Небесный даст благо просящим у него. У меня выступают слезы на глазах, когда пишу это. Я весь охвачен волнением, но я чувствую, что я не погибну. Я вернусь к Богу, Которому стремлюсь, стремится мое сердце. Это тоже свидетельство Святого Духа. За это я жизнью ручаюсь. Дух Божий свидетельствует мне, что я Дитя Божие. Он хорошо осознавал опасность сатанизма в своем труде. Шиллинг, философа Христе, или преображение мирской мудрости в мудрость божественную. Энгельс писал, что со времен ужасной французской революции совершенно новый дьявольский дух вселился в значительную часть человечества, и безбожие стало бесстыдно и надменно поднимать свою наглую голову, что приходится думать об исполнении в настоящее время пророчеств Писания. Посмотрим, однако, что сказано в Писании о безбожии последних времен. Господь Иисус говорит в Евангелии от Матфея, 24 глава, с 11 по 13 стих, цитируем. «И многие лжепророки восстанут и пререстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, и проповедана будет сей Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Конец цитаты. И стих 24. «Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных». Во втором послании к Фессалоникийцам, 2 главе, 3-4 стихах, и далее Павел говорит. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом, или святынею. Так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом ус своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны, будет со всякою силу и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Энгельс цитирует стихи из Писания, как твердо верующий богослов. Он продолжает свою мысль. Цитата. «Это уже не равнодушие и холодность Господу. Нет, это открытая и явная вражда, и не множество разных сект и партий мы имеем теперь, но только две христиан и противников Христа. Мы видим среди нас лжепророков и данные муста, говорящие гордо и богохульно. Они странствуют по Германии и хотят украдкой проникнуть всюду, проповедуют свои сатанинские учения на рынках и переносят дьявольское знамя из одного города в другое, увлекая за собой бедную молодежь, чтобы ввергнуть ее в глубочайшую бездну ада и смерти». Он заканчивает слова из книги Откровения. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Аминь». Книга Откровения, 22 глава, последний стих. Человек, который писал такие труды и так страстно предостерегал от влияния сатанизма, человек, который со слезами на глазах молился, чтобы самому уберечься от этой опасности, человек, признававший Марс и одержимым тысячей бесов, становится его самым близким соратником в демонической борьбе с религией и всяческой нравственностью. Цитата. «Ибо коммунизм отменяет вечные истины, он уничтожает всю религию и всю мораль». Вот к чему ведет либеральная теология. Она вместе с Марксом и Энгельсом несет ответственность за убийство коммунизмом десятков миллионов невинных людей. Энгельс сожительствует с несколькими женщинами, заключая брак только перед их смертями. Вообще к истинному конституту брака Энгельс, как и многие коммунисты, относился отрицательно. Не случайно в своем трактате о происхождении семьи, частной собственности и государства он утверждает, что единобрачие является лишь одной из приходящих исторических форм семьи, а первоначально в человеческом обществе господствовали беспорядочные половые связи, что лично у Энгельса не вызывало никакого противления. Так же и воспитание детей в семье с победой коммунистов планировалось заменить лишь общественным воспитанием, о чем Маркс и Энгельс открыто писали в манифесте коммунистической партии под заголовок «Маркс ненавидит все народы». Вернемся теперь от Энгельса к Марксу. Отношения и разговоры Маркса носили сатанинский характер. Будучи евреем, он написал пагубную антиеврейскую книгу под названием «Еврейский вопрос». В 1856 году он опубликовал в New York Tribune статью под названием «Русский заем», в котором читаем «Мы знаем, что за каждым тираном стоит еврей, а за каждым папой стоит иезуит. Подобно тому, как армией иезуитов истребляется каждая свободная мысль, такой же участи подвергается и желание угнетенных. Кончились бы все войны, начатые капиталистом, если бы за ними не стояли евреи, которые получают от этого выгоду». Неудивительно, что в 1856 лет тому назад Иисус изгнал из Иерусалимского храма торговцев. Они были сродни современным торговцам, которые стоят за тиранами и тиранией. Большинство из них евреи. Благодаря тому, что евреи окрепли, жизнь на земле подверглась опасности. И это заставляет нас разоблачить их организацию и цели, чтобы их зловонием пробудить рабочих всего мира к борьбе. Говорил ли Гитлер что-либо более ужасное, чем это? Как ни странно, Маркс писал и обратное, как, например, в своем «Труде капитал», том первый под заголовком «Капиталистический характер производства», цитата, «На лбу избранных людей было написано, что они принадлежат Иегове». Многие другие еврейские коммунисты последовали примеру Маркса в ненависти по отношению к евреям. Руф Фишер, известная немецко-еврейская коммунистка и член парламента, призывала «Раздавите еврейских капиталистов, вздерните их на фонарных столбах, пинайте их ногами». Почему именно еврейских капиталистов, а не представителей других народов, остается непонятным. Маркс ненавидел не только евреев, но и немцев. Цитата, «Только палкой можно воскресить немца». Он говорил о, цитата, «глупом немецком народе» и о том, что, цитата, немцев, китайцев и евреев можно сравнить с мелкими уличными торговцами. Он прозывал русских капустниками. По его мнению, славянский народ является, цитата, «этническим мусором». Он выказал свою ненависть ко многим нациям, но никогда свою любовь хотя бы к одной из них. В воспоминаниях в 1848 году Маркс пишет о славянской черни, цитата, «имея в виду русских, чехов и южных славян. Этим, цитата, отсталым народам судьбой предназначено утонуть в буре революции». Цитата, «В следствии мировой войны исчезнут не только реакционные классы и династии, но также и реакционные народы будут стерты с лица земли. И это будет большой прогресс. Они навсегда будут забыты». Конец цитаты. «Ни Марс, ни Энгельс никогда не задумывались о гибели миллионов невинных людей». Маркс писал, «В обществе незаметно происходит неизбежная революция. Революция, которая так же мало заботится об уничтоженных ею человеческих жизнях, как землетрясение не задумывается о постройках, которые оно разрушает. «Слабые классы и расы, которые окажутся нежизнеспособными в новых условиях, исчезнут». В этом смысле Гитлер был гораздо гуманнее, чем Маркс, потому что он хотел не уничтожения этих народов, а лишь их порабощения. По тому же поводу Энгельс писал, цитата, «Следующая мировая война уничтожит полностью реакционные народы, и это уже будет прогресс». Еще цитата, «Очевидно, что этого нельзя сделать, не растоптав тот или иной хрупкий национальный цветок, но без насилия и жестокости достичь чего-либо в истории невозможно». Маркс, передовой борец за дело пролетариата, называл этот класс людей, «глупцами, ворами и ослами». Энгельс точно знал, чего ожидать от них. Он писал, «Демократическая, красная, даже коммунистическая чер никогда не будет любить нас». Чернокожих Маркс ставил на одну ступень с «идиотами» и постоянно употреблял в своих письмах оскорбительное для последних выражение «негр», цитировано. Он прозвал своего противника Лассаля, цитата, «еврейским негром» и поспешил объяснить, что это выражение надо воспринимать не только как знак пренебрежения. Цитируется, «Теперь для меня совершенно ясно, что он, как показывает форма его головы и волосы, имеет негритянское происхождение, а его предки присоединились к Моисееву народу при выходе евреев из Египта. Возможно, у матери или у бабушки по линии отца в родстве был негр. Эгоистическое желание этого человека отличиться, продвинуться вперед также имеет что-то негритянское». Конец цитаты. Маркс даже выступил в поддержку рабства в Северной Америке. На эту тему он спорил со своим другом Прудоном, тот был поморником отмены рабства в США. Маркс выражал следующее мнение. Цитата. «Без рабства Северная Америка превратится из страны прогрессивной в страну патриархального сна. Если Северная Америка исчезнет с карты мира, то придет анархия и начнется распад современной торговли и цивилизации. Отмените рабство, и вы достигнете полного разрушения Северной Америки». Маркс также писал «К черту англичан». Несмотря на такое высказывание, сегодня можно встретить достаточно английских и американских марксистов. Под заголовок «Сатана в семье». С благосклонного разрешения Маркса Элеонора вышла замуж за Эдуарда Эвелинга. Он читал лекции на тему «Низость Бога». Именно такие темы проповедовали сатанисты. У них нет отрицания существования Бога, как у атеистов. Сатанисты могут отрицать существование Бога лишь для отвода глаз. Но на самом же деле они знают, что Бог существует и верят в это, однако описывают Его, как низкое подлое существо. В своих лекциях Эвелинг пытался доказать, что Бог, цитируется, поощряет многоженство и воровство, а также защищал право на богохульство. Нижеследующее теософское стихотворение выражает отношение представителей этого движения к сатане. Подобные стихи регулярно читались в доме Маркса. Они позволяют нам прочувствовать духовную атмосферу дома. Мои стихи необузданные и дерзновенные к тебе, о сатана, царь Перов. Прочь с твоим кроплением, священник, и твоим заунывным пением, ибо никогда, о священник, сатана не будет стоять за тобой. Твое дыхание, о сатана, вдохновляет мои стихи. Когда душою я отрекаюсь от богов, от князей церкви, безчеловечных князей, твоя молния потрясает умы. О, душа, странствующая вдали от прямых путей, сатана милостив. Подобно урагану с распростертыми крыльями, он проносится, о народы, великий сатана. Привет разуму великого заступника. К тебе должны возноситься священные благоволения обеты. Ты божество незложенных священников. Фридрих Татфорд, князь тьмы, 1967 год.